Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр и это Академия Счастья. Сегодняшнее видео о том, как справляться со своими ошибками. То есть мы в жизни, бывает, совершаем что-то такое, что, ну, как чувствуем, что это было неправильно. И часто хочется этому, бывает, даже скрыть, как-то подавить, то есть не смотреть на это, не брать ответственность. Но способ, на самом деле, в другом. Это именно в принятии ответственности за то, что совершил. Потому что, когда не берешь ответственности, оно остается, оно потом влияет на тебя. Сделал что-то неправильно, чувствуешь. А не хочется признаться себе, что это была моя ответственность. Хочется сказать, это другие виноваты, это обстоятельства, жизнь такая и так далее. Так вот, признание не своей вины, заметьте, а своей ответственности – важный момент. То есть, что я был причиной этого действия. Если я, например, там сказал человеку какие-то неприятные слова, это тоже ошибка. Можно подойти и сказать, да, ты знаешь, я сказал неверные слова, я прошу прощения и давай уладим это. Или там, например, забыл кому-то отдать деньги. Тоже, да, то есть отдал и сказал, да, прости, я забыл об этом. То есть, очень много есть вещей, которые мы не обращаем на это внимания. Мы ругаем правительство, президента, наших друзей, какие-то другие обстоятельства. Но забываем о том, что работа над ошибками – это очень важная часть нашего становления. То есть, когда мы хотим улучшить свое состояние, то мы увеличиваем его. То есть, мы что делаем? Мы смотрим, что мы сделали, например, некорректно и как мы можем это улучшить. То есть, потому что способность к улучшению, она есть у каждого человека. И каждый человек может осознанно посмотреть. Вот сегодня мой день прошел так. Что я сделал, может быть, не совсем корректно, не совсем правильно, и как это можно улучшить? Например, может быть, я встал не в то время, в которое собирался. То есть, возможно, я это чувствую как ошибку. То есть, я почувствовал, что тут я мог бы скорректироваться. Или, например, я сегодня не сделал утреннюю пробежку. То есть, это тоже была ошибка. Это повредило как-то улучшению моего состояния, сбило какие-то ритмы. То есть, ошибки могут быть и более существенные, когда человек, например, взял кредит в банке и не может его отдать. Или человек, например, поругался со своим любимым и не знает, как восстановить отношения. То есть, все это ошибки. То есть, те вещи, которые мы чувствуем, что могли бы сделать лучше. И вот работа над ошибками заключается как раз в самоисследовании. То есть, я вот помогаю человеку заглянуть вглубь себя и посмотреть, а какие ошибки были сделаны им самим или в отношении него. То есть, или он наблюдал за ошибками других, или сделал что-то в отношении себя. То есть, это процесс самопознания, который выявляет вот эти вот ошибки и помогает их исправить. Такой процесс вот самоусовершенствования. Потому что, когда этот процесс в человеке запущен, то он может смотреть, что он может сделать лучше, что он сделал не так. Вот вчера я там, например, не поздоровался со своим соседом. То есть, или вчера я забыл позвонить своей маме и узнать, как у нее дела. Или, например, я чувствую, что вот мог бы сказать свои любимые какие-то приятные слова, но не сделал этого. То есть, ваше чувствование и ваша вот эта вот жажда, желание самосовершенствования, оно поможет вам. Поэтому будьте открыты к тому, что вы можете совершать ошибки. И потому что это ваш прогресс, ваше самосовершенствование. И когда вы будете открыты к этому, когда вы не будете подавлять свои ошибки, а будете наоборот понимать, что это, для чего это, как они вас ведут к совершенствованию, вот это и будет ваш прогресс. То есть, просто побудьте, сделайте практику в состоянии медитации, погрузитесь и посмотрите, что в вашей жизни, например, идет не так, некорректно. Почувствуйте это, почувствуйте это, вот как, ну, то, что вот приходит к вам первым, да, и ощутите это, и посмотрите, потом почувствуйте, как это можно исправить, как это можно так сделать, чтобы это было более корректным, более правильным. Ощутите это тоже, вот, как вы это чувствуете в своем пространстве. И третий этап, это почувствуйте, как это реализовывается, вот эта вот коррекция. То есть, почувствуйте в вашем пространстве, как эта коррекция уже происходит. Как вы, например, говорите любимые прекрасные слова, как вы звоните маме и спрашиваете, как у нее состояние, помогаете ей. Или здороваетесь с соседом, или возвращаете кредит в банке, то есть, или чувствуете, как вы идете на пробежку с радостным состоянием. Вот, и тогда вы почувствуете вот это вот состояние наполненности. Когда вы почувствовали наполненность, завершение такое, что это произошло в вашем пространстве, то вы можете как раз закончить эту практику. И потом это будет воплощаться в вашей жизни. То есть, вы будете это воплощать, потому что сначала все начинается в вашей вселенной. То есть, вы начинаете сначала воплощать это в своем сознании. Когда это воплотилось в вашем сознании Тогда это начинает воплощаться вокруг вас, в вашей вселенной И вы начинаете чувствовать это, как это реализовывается Это реализовывается, и вы наблюдаете И потом, скажем так, подтверждаете, свидетельствуете И вы можете поблагодарить потом себя, вселенную, создателя За эту реализацию, за это воплощение Потому что вот эта жизнь в благодарности Вот это ощущение благодарности, оно очень помогает вам И окружающим, всему миру помогает действительно идти Вы чувствуете, что все идет правильно И вот вы испытываете эту благодарность Даже если что-то пытается вас выбить из этого состояния Все равно продолжаете наполнять жизнь вот этим состоянием благодарности Потому что благодарность это как раз и есть то, что вот благо То есть вы даете благо, это не просто что-то такое Ну, не конкретное, это именно наполнение вашего пространства И пространство вокруг вас состоянием блага Когда вы вносите это благо в пространство Оно, ну, соответственным образом проявляется И вы его чувствуете Вы чувствуете, что ваша жизнь налаживается И что вот эта благодарность, она прямо реализуется в вашем пространстве То есть это не становится просто таким ритуалом Нет, это становится вашей жизненной энергией Которая помогает вам И которая помогает вам идти по жизни своим путем Если, например, у вас что-то не получается Там, ну, там, не знаю, почувствовать благодарность Или как-то убедить свои ошибки, скорректировать их То вы можете мне написать и обратиться за консультацией Где я смогу рассказать вам более подробно И самое главное, помочь пройти через это Вот именно как проводник То есть не давая каких-то советов А как проводник помочь справиться с этим И заглянуть все глубже вглубь себя И понять свою истинную суть То есть откуда это все идет Как это происходит И тем самым увеличить осознанность И поднять ваше сознание на более высокий уровень Где вы сможете действительно идти по жизни с благодарностью И четко и ясно осознавать Где вы действуете корректно, правильно Где некорректно, неправильно И скорректировать свои действия То есть вы возьмете жизнь под свою ответственность Вот именно это я помогаю людям То есть взять жизнь под свою ответственность Мы как раз с этого и начинали И корректировать свои ошибки То есть замечать их И таким образом будет происходить Ваш прогресс, становление То есть вот это и есть практика Ошибки это не что-то плохое Это как раз то С каким способом вы учитесь Проходить ваш жизненный путь И идти по нему Поэтому друзья Если это видео вам было полезным То поставьте палец вверх Это нравится Поделитесь им со своими друзьями Пусть они тоже посмотрят Подпишитесь на мой канал Если еще этого вы не сделали И колокольчик для напоминания Новых видео Они выходят на моем канале ежедневно И конечно же я буду рад видеть вас Друзья Все мои контакты под этим видео Указаны вы можете добавляться Писать мне личные сообщения И мы пообщаемся Проведем консультацию Для улучшения качества жизни Я вам желаю счастья Осознанности Если вы захотите помочь проекту То помогайте Это будет как раз дарение блага Вот вы увидите Все ссылки в описании А мы увидимся с вами совсем скоро В следующем видео Поэтому до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok